всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня 23 августа пятница у меня новый влог на улице очень солнечно голубое небо ну мне кажется что сейчас более прохладно чем вот эти последние деньки были уже вчера с обеда похолодало вечером было как-то я вроде бы вышла на улицу такой хлопковые рубашки но гуляла целый час комфортно но все равно ощущалась разница в температуре у меня подруга сказала да на свою дочку отводила утром сад было довольно жарко и год с обеда именно вот похолодало я честно говоря вчера легла спать в 11 но всю ночь ворочалась поэтому встала сегодня тоже вот в 11 то что болели ноги выкручивала короче вот завтракала где-то час потом села по раскрашивать уже успела потом убраться пропылесосить там полы помыть сейчас я собираю сумку в питер ну на самом деле сумка она у меня всегда одна и та же как правило она и собрана то есть я приезжаю когда я ее не разбираю то есть вытаскиваю только то что ему постирать допустим нужно но этих вещей минимально то есть там грубо говоря носки трусы не более того в основном у меня все там есть поэтому сумка всегда стоит и не знаю в нее достаточно именно те же самые носки трусы положить какие-то вкусняшки и ничего более поэтому в основном я буду просто все проверять складывать более аккуратно и конечно по традиции я беру с собой раскраски и последнее время я беру с собой две раскраски первое это цветовой квест несмотря на то что у нее достаточно большой формат она в принципе довольно легкая и она прекрасно помещается в мой рюкзак мне она нравится на отдыхе тем что здесь уже указано цвета как мы знаем можно заранее все подобрать разложить и вот я люблю коротать вечера там на даче например не нужно задумываться ни о чем просто берешь и раскрашиваешь для этой раскраски у меня есть специально вот такой пенал почему специально потому что здесь вот он удобный тряпочные здесь сразу я могу по порядку разложить все фломастеры вот так вот и удобно просто переходить например из дома например на веранду во двор и прекрасно раскрашивать вот а вторая раскраска тоже уже очень давно я вожу с собой я люблю раскрашивать единорогов ну во первых потому что она мне безумно нравится второе у нее маленький формат и например в питере как правило если удается в поезде по раскрашивать я ее выбираю потом беру с собой на озеро у меня просто маленький на даче рюкзачок и вот эта раскраска туда не поместится зато вот это идеально помещается и я люблю там что-нибудь пораскрашивать ну и творческие материалы в общем-то как и здесь подходят любые наверняка здесь каждая картинка на своей страничке и в теории можно чем угодно но фломастерами все знают лучше всего а вот здесь вот тут тоже все на отдельной страничке ну и здесь можно уже кому чем нравится я здесь и фломастерами гелевыми ручками и акварельными красками в общем под настроение я на самом деле беру с собой еще один пенал как всегда потому что этот пенал у меня чисто для этой раскраски а в этот пенал я складываю еще какие-нибудь фломастеры немножко гелевых ручек возможно какие-то блестки именно по принципу что если мне что-то потребуется в дороге знаете как все равно набивается полный пенал но это не очень-то тяжело более никаких творческих материалов я не беру а так у меня в питере есть и карандаши и акварельные краски и кисточки но собственно в дорогу естественная акварель не беру мне она без надобности а так вот фломастеры я даже примерно могу сказать что во первых возьму вот эти карандаши они маленькие я их специально покупала в дорогу ну и какие-нибудь час подберу фломастеры еще посмотрим в зависимости от того какую я выберу картинку здесь разложу сначала все а уже потом подберу ручки у меня будут скорее всего кроун корейские ну а блестки не знаю я возьму наверное какие-то одни может быть серебряные мне очень этот цвет нравится быть может возьму пару вот этих фломастеров с блестками чтобы вот ровно вот этот был пенал просто можно было бы не брать вообще но дело в том что я на дачу отвозила такие творческие материалы которые мне не очень нравится то есть ими можно раскрашивать но они не самого лучшего качества но и потом я говорю что если захочется в дороге по раскрашивать то вот должен быть такой дорожный у меня наборчик езжу я вот с таким вот рюкзаком его на самом деле надо уже постирать он уже стал такой прям дорожные у меня тут видите собачка но ты конечно сзади он малость грязно не то чтобы совсем пипец но все-таки потому что его как правило ставлю на пол ну в общем в идеале пиво уже постирать но до поездки осталось не так много времени не знаю высохнет это все успеет не успеет на посмотрим рюкзак очень качественные в спортмастере кажется его брала за 999 рублей но это была акция так он конечно стоит дороже но по нему и видно здесь и молнии качественные вот вот это все просто супер сегодня уже следующий день вчера день был насыщенный событиями поэтому как-то даже время не было снимать сегодня вроде бы 23 градуса солнечно но не знаю сейчас я еще на улице не было сейчас хочу прогуляться хотя никуда не собиралась но захотелось выйти пока никаких особых планов нет вчера сначала наташа приехала потом катя наташа привезла потестить свою коллекцию ароматов которая мне безумно понравилась вчера я все-таки решила не собирать сумку а сначала ее постирать потому что вот здесь все было чистое а вот здесь было пятно и с обратной стороны были загрязнения потому что всегда вот в поезде где-то кладешь на пол рюкзак вот так его прислоняешь в общем я на несколько часов вот это все антипетином мылом намазала а потом решила что почитала этикетку типа не стирать не в машинке не вручную вообще не стирать химчистку не сдавать но грубо говоря только выбросить но я решила что на эти как бы другие люди то не увидят что он грязный но мне неприятно поэтому я решила что вы с грязным я ходить не буду поэтому вот постираю что будет то и будет ну в итоге все отстиралась вот с этой за что я переживала ничего не случилось здесь все качественная вот но вот здесь вот где это сейчас покажу вот где-то здесь образовалась дырка знаете вот такая вот небольшая то есть ее даже вот сразу а вот она вот вот здесь дырочка такая прям насквозь здесь кстати подкладки не было чтобы вы понимали здесь вот подкладка здесь ее нет где она кстати должна была бы быть и у меня ощущение что вот тут трогаешь это как бы как ткань а с обратной стороны чувство что он либо это не ткань либо она чем-то пропитана потому что сама по себе дешевая но вот такая вот печаль к ну ладно в любом случае сейчас он чистый ходить с ним прилично но я так понимаю что если на деликатной стирке образовалась дырка то наверное дальше она очень быстро превратится уже да в то что нужно будет бросать в помойку а жаль потому что сам по себе рюкзак очень качественно сшиты я его много набивала и молния ни разу не сломалась то есть мне он как бы нравится да но я делаю вывод что как минимум с рюкзаками из спортмастера постоянно приключается ерунда вот этот я рассказывала что он стоит тысячу по скидке а так дороже а я брала самые дешевые спортмастер и рюкзаки и тоже написано не стирать после первой деликатной стирки рюкзак превращался в сито в откровенно и поэтому надо что-то другое придумывать либо от рюкзаков отказываться сегодня приду и буду собирать как раз таки сумку а так я раскрашиваю вот эту картинку потихоньку сегодня завтра ее уже закончу здесь на столе вот у меня накидано содержимое рюкзака а это вот я вчера выбрала вот картинку здесь жирафик но здесь понятно что это будет жира в общем я ее выбрала ну а здесь уже будет под настроение вот я уже сходила в магазин обои в магазин низких цен ну, честно, просто посмотреть и сейчас хочу зайти в фикс прайс в обои я заходила посмотреть самоклеющуюся пленку она там самая лучшая, немецкая вот, и думаю в обои взять, потому что у меня очень хорошие ручки такие деревянные и, конечно, хорошо бы в цвет но, если честно, мне хочется какие-то более светлые посмотрим, пока я так думаю вот здесь вот такая пекарня типа народная пекарня так она мило смотрится мне кажется, очень классно я уже пришла домой заходила в фикс прайс, как и собиралась и сделала некоторые покупки решила к чаю купить такие карамельки потом побаловать себя чипсами Лейс также взяла попкорн соленый чипсы были, кажется, по 13 рублей это по 16 наверное, 50 или 55 рублей ну, черная карта 99, наверное, как всегда хороший, достойный кофе мне нравится взяла мороженое вот такое семейное сливочное и взяла жемчужина России тоже сливочная по 55, наверное или по 50 были нужны ватные палочки закончились все оказалось, что нет в запасе взяла КОТ 400 штук с алоэ вообще, я предпочитаю брать в Ашане но они мне понадобились срочно у меня тут пробка в ухе кошмар какой-то ну, правда, многие считают что бывает пробка и от палочек но на самом деле по разным причинам бывает в общем взяла как раз-таки для этих целей перекись водорода потому что она у меня есть но она открытая так и для своей знакомой взяла белизна гель санфорд или в одном ну, в общем для туалета разные были выбрала конкретно этот погода кажется портится подозреваю что будет дождик может быть ошибаюсь ну, успела вернуться домой на улице как-то очень противно жарко сегодня уже 25 августа воскресенье я ездила в Ашан туда я ездила в основном за куриными спинками для собаки но, к сожалению не знаю на Мариной роще стали возникать постоянные перебои как-то ездила не было спинок потом урвала опять упаковок в этот раз одну ну, какая-то напасть к сожалению ну, да ладно некоторый запас у меня есть поэтому пока все нормально безусловно без покупок я не уехала но, все это в общем-то было достаточно нужно первое что я приобрела в качестве повторной покупки это карандаши 50 цветов Ашан первый раз я их покупала за 379 рублей я считаю что это цена невысокая для такого количества и главное для качества вообще меня полностью все устроило в этот раз была хорошая скидка они 339 рублей стоили то есть на 40 рублей дешевле опять же я считаю это очень хорошо я подумала и решила что мне просто необходимо совершить данную покупку потому что здесь например 8 оттенков зеленого цвета у меня лично зеленый цвет улетает очень-очень быстро я конечно покупала дорогие карандаши поштучно которые больше 100 рублей за штуку стоят но вы знаете они еще более мягкие и улетают еще быстрее и просто не напасешься как мне кажется а дешевых карандашей поштучно я несколько раз только видела в Ашане набрала там их достаточное количество но там например я взяла желтый голубой зеленый но там всякого цвета по одному оттенку было я посмотрела специально сегодня также наборы хорошего качества недорогие но там либо один зеленый или же там три зеленых а остальные там то что меньше расходуется я подумала что все-таки наиболее выгодно как бы заплатить 379 рублей хотя понятное дело что если именно говорить о том чтобы вытащить из кошелька сразу эту сумму то конечно кажется так многовато но по факту это гораздо выгоднее единственное что я и в прошлый раз выбрасывала упаковку так как она неудобная с моей точки зрения абсолютно бестолковая потому что вот она постоянно закрывается ее надо чем-то придерживать ну и никуда она не помещается поэтому я переложила карандаши вот в такой пенал только зеленый и в этот раз я решила купить тоже для таких карандашей вот синенький он был по акции 35 рублей ну меня такая цена устраивает так что теперь новые карандаши новый для них домик все здорово далее что было из канцелярского также я повторила покупку вот таких карандашей биджи металлик у них просто потрясающее качество они действительно такие блестящие очень мягкие и хорошо затачиваются по крайней мере механической точилкой абсолютно точно я знала что вот в конце августа будет распродажа поэтому специально ходила смотрела то есть насчет этих я еще думала а эти я прямо решила что как только будет скидка куплю в итоге изначально их брала за 79 в этот раз они были 59 опять же 20 рублей скидка это супер одни взяла себе одни вторые взяла на посылочку так что я тоже могу порекомендовать к покупке в принципе вот эти три позиции они все очень качественные очень хорошие также в дорогу в поезд я взяла вот рулеты это гречневые рулеты с начинкой шпинат и сыр очень хорошие вкусные здесь вот 8 штук на 53 35 цена за килограмм 275 рублей они прям мне очень очень нравится ну и в поезд на ужин на завтрак отлично к тому же я на когда уже приеду в питер я на первую электричку чтобы поехать на дачу не успею так что мне еще где-то часа как я сойду с поезда наверное ну там 30 минут ехать до девятки на и там еще придется электричку ждать и может быть я еще перекушу посмотрим хотя знаете чаще всего когда куда-то ели едешь хочется всего набрать думаю что обязательно это все съешь а в итоге садишься выпьешь или сидор или пиво и спишь иногда бывает там ночью когда так проснешься вдруг холодно можно еще там чай попить как правило утром чай или кофе и в целом никакого обжорства ну с другой стороны пусть будет как-то я в ашане смотрела продавались всякие такие пакетики для засолки приправы я подумала что вряд ли я буду заниматься засолками и очень покрутила и вытащила из тележки там были ценные 15 рублей 25 там 30 чем-то рублей а сегодня я прихожу и смотрю распродажа приправы по 9 рублей в итоге я взяла один пакетик для засолки капусты по крайней мере с этими приправами ничего не будет пусть лежат а то что я сделаю капусту это вероятно и еще взяла вот такую приправу она подходит для всего то есть и огурцы и патиссоны помидоры кабачки в общем пусть будет за 9 рублей в запасе ки можно взять ничего не будет пятерочки я взяла два рулона туалетной бумаги вот такое она в общем-то самое дешевое но как мне кажется довольно качественная ваша не я взяла для своей знакомой для ее кошки пурина гурме обычно там она брала и феликсы вискос и что-то мы еще брали разные варианты в этот раз была скидка на такие пакетики эти мы еще ей не брали а сухой корм у нее тоже пурина ванн для стерилизованных кошек и котов поэтому решили взять попробовать здесь 85 грамм и по акции 19 чем-то ну вот пусть 20 рублей я взяла с разными вкусами 10 пакетиков в пятерочки для своей собаки взяла гречку в этот раз написано что она по вообще по моему по 22 рубля но не знаю в любом случае она там дешевая при этом она достаточно чистая ароматная вкусная и я всегда когда захожу в пятерочку я стараюсь приобретать дальше я что-то мне пробила на сухарики три корочки и решила посмотреть в ашане было два вида и первой не помню какой решила взять с беконом и кетчупом но я не обратила внимание здесь написано хайнс и в общем короче когда я открыла упаковку там были сухарики и кетчуп хайнс ну в принципе прикольно но знаете я в перекрестке не знаю может быть маленькую упаковку брала за 13 рублей кетчупа там не было но были очень вкусные сухарики здесь же но меня так удивила цена в 25 рублей но я подумала может упаковка просто побольше ну и взяла тут смотрю они кетчуп вложили но честно говоря лучше бы сами сухарики были более вкусные потому что кетчуп мне не понравился и я вообще не поняла этого сочетания ну ладно купила и купила так что я еще взяла взяла для себя ватные диски 120 штук мне они нравятся качество у них хорошая сейчас они еще типа прошиты хотя здесь нигде не заявлено или мне кажется нет не заявлены нигде но я очень люблю их и когда они были не прошиты это же меня все устраивало дальше для своей знакомой взяла хлеб себе в дорогу взяла сидор вот такой мистер лис но я до этого другой брала этот 59 а тот сейчас подорожал но у них алкоголь 4 5 то есть я выше никогда ничего не беру и состав у них был абсолютно одинаковый поэтому я подумала что можно взять попробовать далее для своей знакомой я взяла сметану 15 процентов марки каждый день она очень хорошая для своей подружки взяла и щипчики зингер на по 133 рубля так вот как раз таки для своей собаки куриные спинки одну упаковку здесь 800 чем-то грамм цена за килограмм было 70 рублей для знакомой взяла вот такие яблоки они называются discovery килограмм 89 91 я взяла на 7049 яблоки знаете очень ароматные они такие вкусные я вот ей взяла вот этот пакет а себе взяла два яблока потому что ну я завтра допустим уезжаю мне никакого нет смысла затариваться так еще я взяла странно вообще короче я взяла себе в дорогу в дорожную сумку вот такие пакетики но мне кажется что я убрала наверное штук пять а выходит что у меня их 4 ну может показалось где-то здесь лежит ладно это не так важно в общем один пакетик стоит 12 рублей но я это не считаю за кофе это просто я считаю копейка кофейный напиток но в поезд хорошо такие вещи брать все таки это неплохо потому что если вдруг захочется то в поезде будет тоже самое они уже не за 12 рублей продаваться переплачивать за такие вещи нет мне кажется никакого смысла поэтому решила приобрести вот ну а в поезде если брать действительно кофе из кофе-машины это будет еще дороже но в ржд у них кофе ловаться ловаться в некотором соотношении этом арабика и робуста робуста я вообще не признаю никоим образом поэтому в основном беру с собой чай ну вот и решила взять такой кофе хотя у меня знаете есть специально пакетики такие для чая для кофе и есть вот такое вот приспособление может быть есть смысл выбрать потому что кофе а я очень люблю в общем все но это были не все покупки я брала кошачий корм в банке марки каждый день для собаки но вы знаете лишь я беру именно кошачий так как он более разнообразный по вкусу так что еще то я взяла а я взяла козельские по полезности ему на cс как он шиповником это для своей знакомой так ну вроде бы все все я вам показала у меня покупки были на 1487 рублей сегодня уже 26 августа понедельник я уезжаю в питер утром мне нужно было встретиться со своим знакомым и когда я шла обратно решила погулять и в общем увидела магазин верный решила зайти потому что у меня ничего не приготовлено в связи с отъездом не обед не ужин и я решила думаю чуть куплю ну хотела какие-нибудь полуфабрикаты взять но в итоге мне ничего не приглянулась я решила по акции за 99 рублей вот великолугский мясокомбинат колбаса по-краковски взяла ну вот как раз сегодня я этим и пообеду и поужина если что останется но естественно останется заморожу вот вторую такую колбасу взяла для своей знакомой она как раз просила в общем-то даже ваша не сейчас марки каждый день такая колбаса будет стоить 100 с лишним рублей так что это хорошая цена дальше я не собиралась брать никакие конфеты но увидела их прям при входе обычная в цена типа 30 чем-то рублей 39 кажется они продавались по 9 рублей 90 копеек но решила взять с собой в питер я ничего не не готовлю но обычно я там что-нибудь пирог испеку или еще что-то сделаю но в этот раз ничего я решила не готовить поэтому вот в качестве гостинца будут конфеты дальше взяла такой багет по-моему провански что-то в этом роде так и сейчас еще покажу покупки да значит яйца взяла вот сметанина кажется да это вот эти первый сорт и стоит 46 рублей за нет это не 5 отборные вот отборные яйца 46 рублей за десяток но вообще это прекрасная цена как для отборных яиц так и и вообще также взяла яйца молодой птицы по 30 чем-то рублей скажу 39 что лет не 37 рублей вот такие яйца это вторая категория но опять же 37 рублей сейчас это просто цена вау и взяла по 42 рубля и все первые категории вот так вот они выглядят ну я считаю что это тоже очень удачная покупка как раз таки но у меня еще есть сколько-то десятков но в общем на месяц это идеально так и еще в чаю я взяла себе вот пончики пончики стоили на 49 рублей за 2 но за упаковку и багет тоже где-то так вот примерно стоил в общем мои покупки были на 447 рублей понравился мне магазин взяла вот у них почитать журнальчик ну а я считаю что прикольный магазин буду заходить так быстренько пролистаем потому что влог за несколько дней и и так будет затянуто я прошу прощения что тут вот эти дни очень мало снимаю вот это мороженое хорошая цена на него ну просто честно говоря было много дел и плохо себя чувствую кому интересно просто ставьте на паузу вот такие цены это мне кажется выгодно это видео буду завершать если оно вам понравилось то не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал мне будет очень приятно огромное вам спасибо за просмотр до встречи в новых видео всем пока